В первый класс, как в институт, вступительные экзамены, подготовительные курсы. И это, несмотря на запрет Министерства образования проводить любые экзамены для первоклашек. Мы объехали пять регионов, проверили десятки школ. И в каждой из них учителя предупреждает, будьте готовы раскошелиться. Классная услуга, а есть есть вступительный взнос, понимаете? Она, да, плассная. Плассная, так же, как любая школа. Кроме вступительных взносов, родителям приходится платить за учебники, уборщицу, охрану, ремонт. И это, не считая регулярных подарков для любимого классного руководителя. Многоуважаемые родители, огромное спасибо за мое скромное поздравление. Честно, очень хочу вернуть обратно. Это ваша оценка моего отношения к нашим детям. Я так понимаю, нужно сменить классного руководителя, чтобы понять, что и как. Это сообщение учитель истории сочинской школы Элла Александрович отправила в родительском чате. Разгорелся скандал, педагога уволили. Учитель уверяет, ее просто неправильно поняли. Открыв открытку, я увидела вот эти вот лежащие пять тысяч рублей, которые меня пусто оскорбили. Потому что для меня это, ну, не, как сказать, я не того ждала абсолютно. По всей стране прокуратура проверила десятки тысяч колледжей, лицеев и школ. Выявили более 150 тысяч нарушений. В отношении учителей и директоров возбудили почти сотню уголовных дел. Но даже масштабные прокурорские проверки педагогов не пугают. На этих кадрах видно, как учитель английского языка останавливает урок. С учеников требует деньги на оплату уборщицы. Мыть или не мыть? Ответ на этот вопрос ученики 10 класса пошли искать в прокуратуру. Ведь по закону учебники, рабочие тетради, ремонт, охрана и уборка школьных помещений финансируются из федерального бюджета. А потому требовать деньги с учеников просто не имеют права. На каком основании дети должны платить за уборку школы? Я не виновата. Я не буду объяснять ничего. Я вчера все объяснила в суде. Собранные деньги директора школы обязали вернуть родителям. Но сумеют ли теперь эти школьники доучиться до конца, они и сами уже не знают. Учителя перешли в наступление. Занижают оценки, стращают экзаменами. Все эти доклады, они понеслись только после прокурорской проверки. И мы не можем это назвать никак по-другому, кроме как травли. Школьники вновь ищут защиту у прокурора. Очередное заявление и новая прокурорская проверка. Учителя оказались между двух огней, ведь собранные деньги они отдают директорам. А те, как правило, ссылаются на недостаточное финансирование. Поэтому затраты перекладывают на семейный бюджет родителей. Далеко не всегда, кстати, эти деньги идут туда, куда они должны идти. Собирают якобы на тетради, а потом появляется ремонт в кабинете у директора. На этих кадрах директор элитной саратовской гимназии хвалится ремонтом с иголочки. Но на какие деньги ремонтировалась школа, директор умалчивает. Вскоре выяснилось, элитным здесь считался не только ремонт, но и зарплата учителей. И все за счет родителей. Когда судья зачитал мне справку о сборах, и там была одна статья затрат, премия учителям и налоги с этих премий. Это выяснилось уже в суде. Каждый месяц родители платили за уборку, охрану, бытовую химию, принтер, интернет, огнетушители, столы, стулья, парты и даже участие детей в конференциях и конкурсах. Но на все это выделялись бюджетные средства. Таким образом, за каждый учебный год собирали до 6 миллионов рублей. Директора осудили. Но ситуация повторяется и в других саратовских школах. Нам сказали, что если вы не готовы платить, уходите отсюда. В смысле, вы знали, куда вы идете, вы знали, что здесь такое будет. Крупные финансовые махинации в сфере образования привлекли внимание сотрудников ФСБ. Саратовские спецслужбы провели масштабную спецоперацию. Громкие обыски, выемки, аресты. Сначала в районной администрации, затем в областном министерстве образования. Возбуждено уголовное дело. Министра Марину Епифанову подозревает в махинациях на сумму более чем в 260 миллионов рублей. Я буду в следующем году жива. Вы мне не можете ответить. Из-за школьных поборов и постоянных издевательств пыталась уйти из жизни 13-летняя ученица Воронежской школы. Учитель истории, словно коллектор, требовала погасить долг. Уже в суде одноклассники подтвердили. Да, оскорбляла. Да, унижала. Да, требовала деньги. Но своей вины педагог в этом не видит. Мама не сдавала деньги ни за охрану. Ее никто не тряс. Ни на родительский комитет. Она сдала деньги единственный раз в пятом классе на одно окно. В пятом классе. Вы представляете себе? До конца учебного года осталось несколько недель. Как всегда, на родительских собраниях начнется массовый сбор денег. На выпускной вечер, ремонт школы, подарки учителям. Но какую сумму сдавать и сдавать ли вообще, решает не школа, а сами родители. И никто не вправе требовать денег за то, что и так уже оплачено государством. Андрей Стеняхин, Ольга Чернова и Андрей Михайлов. Телекомпания НТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова